В Минске в эти минуты идут заседания рабочих подгрупп, которые пытаются согласовать общие решения по Донбассу, чтобы ближе к вечеру представить их на рассмотрении трехсторонней контактной группы. На повестке все те же наболевшие вопросы. Особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, конституционная реформа, проведение местных выборов, снятие экономической блокады, обмен пленными и, конечно же, отвод вооружений. Как продвигаются переговоры, рассчитываем узнать у нашего корреспондента Алексея Кручинина, и он находится в Минске. Алексей, скажите, что известно к этой минуте? Да, Лариса, добрый день. Встреча рабочих подгрупп по Украине проходит в закрытом режиме. Информация со второго этажа президента отеля не просачивается, и подробности прессе пока неизвестны. Сама контактная группа должна начать работу приблизительно через час-полтора. Переговоры возобновляются после трехнедельной паузы. Последнее заседание экспертов по безопасности прошло здесь, в Минске, 4 августа. Тогда почти двухдневный раунд переговоров окончился безрезультатно. Стороны не нашли компромисса по тексту соглашения об отводе вооружений калибром меньше 100 мм танков и минометов. Поэтому подгруппа по безопасности решила так. Сегодня контактной группе представят два варианта текста. Один разработанный еще в июле с указанием разногласий между провозглашенными республиками и Украиной. А другой предложенный как раз украинской стороной. Возможно, что состоится процесс перезагрузки в мирные русла. И возможно, что состоится процесс парафирования документа об отводе вооружения. Шансы есть, но они крайне малы. Все зависит от тех инструкций, которые Украина получает извне. Проблема у нас основная, что Украина не хочет отводить вооружение и всячески противится этому. Если Украина согласится, то проблем не будет. Судя по предыдущим встречам, здесь в Минске сегодняшнее обсуждение тоже вряд ли будет легким и принесет быстрые решения. Тем более, что украинские силовики даже тяжелое вооружение отводят, очевидно, только на бумаге. Обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР, в том числе из крупнокалиберной артиллерии, участились. Сегодня ночью пострадали райцентр Тельманово, поселки Спартак и Старомихайловка в пригороде Донецка. В Старомихайловке погиб мирный житель. Из минометов и зениток силовики с господствующих высот обстреляли поселок Белая Каменка в Волновакском районе. Разведка провозглашенных республик постоянно сообщает о том, что вооруженные силы Украины стягивают войска к линии разграничения и, похоже, готовятся к наступлению. В Минске, тем временем, нет прогресса и в политической подгруппе. Стороны слишком по-разному видят и конституционную реформу на Украине, и грядущие выборы на территориях, которые не подконтрольны Киеву. Еще один крайне важный вопрос, который напрямую касается жителей Донбасса – отмена транспортной блокады со стороны Украины, создание коридоров жизни, проходящих сквозь линию разграничения. О них дипломаты тоже долго говорят, однако новые пункты пропуска так и не появились. В общем, пока налицо застой почти по всем позициям, кроме, возможно, экономики. В этой подгруппе удалось договориться о частичном восстановлении водопроводов, железнодорожных путей и мостов. Но, впрочем, прошедшая в понедельник встреча Ангелы Меркель, Франсуа Алланда и Петра Порошенко дала надежду на некоторое оживление минского процесса. В Берлине заявили, что альтернативы этому формату по-прежнему нет. Нужно собираться, искать решения, причем работу пора ускорять. Президент Франции позже добавил, что с немецкой коллегой они говорили и об организации новой встречи нормандской четверки в полном составе. Путин, Меркель, Алланд, Порошенко. Но, возвращаясь, собственно, к контактной группе, можно сказать, что отступать ей уже некуда. Сегодня пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарья Алифер на своей странице в Facebook написала, что на повестке дня все основные вопросы минских соглашений. Будет ли хоть один ответ, станет ясно ближе к вечеру. Это был наш корреспондент Алексей Кручинин из Минска, где в эти минуты проходит встреча рабочих подгрупп по Украине.